Бэйби шауэр это такой обычай устраивать вечеринку для будущей мамы и праздновать рождение будущего малыша. Сегодня программа Коза приехала разделить этот праздник вместе с Софией Лисицей. Соня, мне кажется наш менталитет еще не готов к празднованию такого рода вечеринок. Все-таки предрассудки движут еще людьми. Вот ты как относишься к бэйби шауэру? Я положительно отношусь к новым каким-то традициям и вениям. Вообще мне кажется, почему бы не устроить будущей маме очередной повод собрать своих самых близких людей, друзей. Почему бы не обсудить предстоящее материнство, потому что для меня это новый этап в жизни. И вообще это такой волшебный период, когда хочется делиться этими эмоциями со всеми. Что хочешь пожелать Соне и будущему ребенку? Во-первых, чтобы ее ребенок рос здоровым, очень красивым, классным. И Соня гордилась своим ребенком, и ребенок гордился своей мамой. На бэйби шауэр принято дарить подарки. Что ты подарил Софии? Мы сделали большой торт из памперсов, и теперь это такой несладкий подарок, который, мы надеемся, будет нужным для Сони. Для ее ребенка, в смысле. Ты выбрала сейчас хороший как раз момент, потому что у тебя третий триместр, уже токсикоз позади. То есть ты уже наслаждаешься своим положением и выходишь на финишную прямую. Скажи мне, как твои ощущения? Вообще, вся беременность – это какой-то удивительный волшебный период, когда происходит перестроение женского организма, когда вот гормоны направлены на положительные такие чувства светлые. Ты чувствуешь себя таким волшебником изумрудного города, и внутри тебя происходит чудо. Зная Соню, вот она любит телевидение, ты думаешь, вот начало своих родов будет она снимать в перископе? Так как София очень открыта к новому, к информации, человек без всяких забубонев, я думаю, что в любом случае мы все будем в курсе. Однозначно, это Инстаграм с момента рождения малыша, 100% я это вижу. Ты знаешь Соню довольно давно и давно с ней работаешь. Скажи мне, ее положение сейчас как-то повлияло на нее? Она стала, может быть, более капризной или наоборот стала больше мягкой? По-моему, Соня вообще почти не изменилась. Но это, кстати, вот предрассудки, что беременная женщина взбалмошная, которая приказывает, типа, так, туда-сюда, туда-сюда. Или это стереотип, что беременная женщина становится, там, ну, вот я расплесталась на диване, и все, там. Делайте массаж мне ног. Или просто женщины начинают, типа, играть, что, ну, я же не такая, вот. На публику играют, а в жизни, на самом деле, там, мужем, там, хтыщ, хтыщ. Но на публику нет, ничего, почти не поменялось. У тебя здесь, я смотрю, лежит очень какое-то красивое письмо. Что это? Что ты пишешь? Послание Сониному ребенку, которое она откроет через пять лет. Каждый из нас в этом письме пишет самые искренние свои пожелания. В целом праздник Baby Shower. Бывал ты до этого на таком празднике? Благодаря Соне у меня получилось побывать на нем впервые. Очень позитивный праздник. Мне очень понравился. И Соня была прекрасна. Я бы пожил будущему ребенку, чтобы он не был таким, как все, и не был не таким, как все. Чтобы он был вот самим собой. Я думаю, он в будущем будет смотреть нашу передачу, просматривать дома однозначно. Скажи, что, малыш, мы тебя очень ждем, мы тебя любим. Приходи. Как долго ты собираешься оставаться в декретном отпуске? И когда вернешься в телевизор снова? Как только мне позволит, наверное, мой малыш и мои материнские инстинкты. Я сразу же вернусь к работе, приступлю. Поэтому я только за материнство. Это не повод вообще там на три года уходить в декрет и вообще зарастать каким-то домашним мхом. Это точно не про меня. Я буду брать даже ребенка на съемки, я уверена. Потому что по поведению в животе ребенок уже готов к ночным съемкам в козе. Поэтому я думаю, мы найдем с ним общий язык. И работа обязательно не успеет так быстро соскучиться по мне. То, что мы делаем здесь и сейчас, только это влияет на нашу жизнь. Поэтому нужно сейчас заботиться о своих детках, о своих будущих детках, если вы беременны. Поэтому этот праздник – это положительные эмоции как маме, так и малышу.